Рад видеть вас и приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами остаетесь на влиянии. Это прямой эфир. И будьте благословенны в ваших домах. Имею честь предоставить сегодня в эфире, ну скажем, дебют или не дебют, мы говорили до эфира, поднюк Сергей Сергеевич, епископ, прямо с Беларуси в гостях на телеканале «Импакт». Welcome! Добрый вечер. Рад быть вместе с вами. Взаимно, Сергеевич, послужной список вас, он впечатляющий. Говорю, да, как есть. Значит, вы несете служение епископа, рукоположенного. Затем вы первый заместитель епископа церкви ХВЕ Республики Беларусь. У нас не так много беларусов бывает, поэтому затем вы ректор теологического института Беларуси. Затем доктор философии и доктор богословия. То есть у вас солидный докторат также. Поэтому у нас будет интересная беседа в нескольких минутах о вашем служении, о семье, в конце концов. Как вы попали в солнечную Калифорнию, дождливую? Наверное, самое проще начать с семьи. У меня есть жена, двое замечательных сыновей. Сыновья уже взрослые, у них свои есть семьи. У меня четверо внуков, если точно, то три внучки и один внук. А вот у нас такая сложилась в семье традиция первых сыновей называть Сергеями. Поэтому я Сергей Второй, мой сын Сергей Третий, мой внук Сергей Четвертый и мой отец еще жив, который Сергей Первый. Пять поколений. Да, четыре сейчас получается, который заложил эту традицию. Но отец Сергей Первый, потому что его отца звали Евгений. Но вот такая вот ситуация. Вся моя семья христиане, евангельские христиане, верующие люди трудятся. Жена поет в хоре, поет в музыкальной группе в церкви. Старший сын, он является одним из районных пресвятеров Большой Церкви в Минске. Церкви, не спасение. Благодать, которая называется. Спасение это Баранович, по-моему. Спасение это Барановича, совершенно верно. Его жена тоже трудится в церкви, она играет и на скрипке, и поет. Младший сын, он является руководителем молодежной домашней группы. Кроме этого, он у нас преподает в теологическом институте, заведует богословским отделением теологического института, как декан. Жена его, она профессиональная пианистка, тоже в церкви играет на пианино, и она преподает в консерватории. Поэтому, ну, вот такая... Сергей. Если коротко о моей семье информация. Я до эфира, мне обусловились говорить об этом, я бы дал вам под 40. И я говорю так, как на духу исповедуюсь. Но, так сказать, у вас сыновья уже в солидном служении? Да, но если говорить о моем возрасте, вот буквально через небольшой промежуток времени, у меня в феврале как раз день рождения, мне будет 51 год. Обычно, я говорю при хорошей жене, обычно так мы отвечаем. Ну, жена очень хорошая, это правда. Смотрите, на сегодняшний момент вы в Сакраменто, недели или две будете, вы преподаете в церкви Вифане. Это семинарии или... Там есть миссионерская школа библейская. Окей. Там есть разные варианты в разные страны. Вот, и некоторые там даже долгое время остаются, и годы, и больше даже, вот, когда откликнулись на тот призыв, которым есть быть миссионером. И вот задача этой школы, это как раз помочь, вдохновить, снарядить, вот, ну и дать возможность даже им самим как-то оценить возможность потрудиться для Господа. Это толчок для них. Да. Я вспоминаю свою молодость, так сказать, хорошую... У меня были хорошие наставники в этой части на Западной Украине, и поэтому благодаря им, вот, я обычно молодежи говорю, что прислушивайтесь к наставникам, прислушивайтесь. Потому что один из них, который вдруг всплыл на горизонте, там, молодежного собрания, какая-то проповедь какой-то, где-то библейская школа, один из них, это было в моей жизни, один из них настолько, говорят, украинцы вплынул, настолько повлиял, настолько был импакт на мою жизнь. Это было как-то короткий период времени, это прошло уже, говорят, сто лет, как молоды мы были, но, тем не менее, это было таким началом, таким толчком, поэтому здорово, что молодежь, она, так сказать, любит это. К сожалению, не вся, но есть ряд прилежных, и из таких прилежных Господь впоследствии выдвигает на служение в любом формате, в любом... Да, и я думаю, что к тому же молодые люди, они же имеют друзей, они где-то рассказывают о своей учебе, и это тоже где-то кого-то может быть, если не сразу напрямую подталкивает, тем не менее, дает возможность задуматься, о чем-то подумать, почему он пошел, а почему так, и это где-то дает возможность тоже оценить свою жизнь и подумать, а что я могу сделать для Господа. Да, и каким образом, так сказать, вы, это по династии, я так понимаю, шло, по родословной вашей, преемственность в служении было или... Не совсем, так, вы знаете, наша семья изначально была не верующей, не христианской. Даже так. И я родился не в христианской семье, и уже когда, вот мне было где-то в районе, может быть, 4-5 лет, примерно, первой к Богу обратилась моя мама, а вот потом какое-то время спустя я и мой младший брат, вот, а папа обратился к Богу, наверное, лет 8 или 9 спустя. А после этого я уже школу заканчивал, вот, был, наверное, в 9 классе, вот, и в 8 классе был, когда папа покаялся, вот, и поэтому мы, как бы, скажем так, христиане, по сути, ну, я, например, в первом поколении, вот, равно, как и мои родители, вот, но, слава Богу, вот, в итоге и мамины родители покаялись, обратились к Богу, и папины, вот, бабушка, которая папина мама, она 81 год водное крещение приняла. Жил Господь. Да, поэтому Бог благословил, вот, а моя жена, вот, она уже, наверное, мы как-то там пытались посчитать, наверное, или пятое, или какое-то там поколение верующих, потому что у нее, получается, и родители, и дедушки с бабушкой, и прадедушки были христианами. То есть она привела вас к Богу, скажем. Кто? Каким-то образом. Жена? Жена. Нет, я женился уже, будучи верующим, то есть, потому что я начал ходить в церковь, вот, получается, мама как покаялась, начала рассказывать нам, вот, это было мне где-то, вот, там, в районе, вот, примерно 6 лет, вот, и, по сути, свои, так скажем, с ранних школьных лет я уже знал о Боге, хотя это был такой период где-то гонений, и не было возможности открыто проводить богослужения, мы по домам собирались, иногда в лесу, я даже помню, были случаи, когда там, скажем, нагрянула милиция разогнать, и поскольку, если были дети, там, иногда были проблемы, мы даже помню, там, по веревке через окно спускались, вот, крещение как-то в лесу проводили. Это были, вот, как раз начало 80-х годов, поэтому я принимал крещение еще, когда был Советский Союз, вот, и потом уже, позже, я женился, то есть, как бы, поэтому, когда женился, то я уже был достаточно давно верующим человеком. Кроме теологического высшего образования у вас есть светское. У меня еще есть два светских образования, я закончил университет, вот, в Беларуси государственный университет по специальности международные экономические отношения, и потом еще заканчивал другой университет со специализацией философии, и в итоге, получается, у меня, вот, благодаря этому, есть, я потом защищал, там, естественно, степень магистра, потом доктора, вот, и у меня есть и бакалавр, и магистр, и доктор в богословии. Вот, в философии можно было, имея предыдущие какие-то образования, сразу подать заявку на защиту докторской степени, поэтому я подал, и в итоге защитил докторскую степень, вот, ну, а когда экономический вуз заканчивал, я еще степень магистра экономики защитил, вот, ну, уже я, так скажем... Не работал в той сфере? Я работал в этой сфере, ну, не так может быть долго, я работал на белорусской железной дороге, вот, был начальником отдела маркетинга, занимался вопросами организации грузовых перевозок, вот, по территории Беларуси, вот, заключать, там, соглашения, контракты определенные на перевозку грузов, вот, ну, и это была моя сфера, вот, хотя я в это же время и в церкви трудился, но это было, так скажем, больше как в свободное время. А потом мне уже предложили перейти на полную работу в церковь, сначала занимался некоторыми вопросами тоже международных отношений нашего братства, вот, но у меня больше как-то была такая тяга к богословскому образованию, я тогда преподавал в библейской школе, мне предложили начать преподавать в теологическом институте, я начал преподавать, потом был проректором, ну, и так вот получилось, что в итоге с 2006 года я был поставлен быть ректором теологического института, до тех пор им являюсь, вот, и я уже, как бы так, ушел из сферы экономики. Вот, и посвятил богословскому образованию в свое время, ну, и в том числе, скажем, работе, которая связана и с богословским образованием для других верующих, организаций в церквях, ну, и потом дальше это уже вопрос такого, скажем, и пасторского душепопечения, и решения каких-то, скажем, церковных вопросов, масштабах братства уже, скажем, являясь членом Совета Епископов. Сергей, перед вами сидит ваш покорный слуга в свою бытность, в молодости, я был замначальника одного из железнодорожных узлов на Западной Украине. Мне тема железнодорожная, она близка, она близка. Коллеги в какой-то мере по работе, да. Ну, железнодорога там, Беларусь, и как она? Ну, сейчас она по-прежнему имеет место, значение, да. Ну, понятно, что сейчас грузоперевозки отчасти снизились, есть ряд, скажем, причин на эти все вещи. Есть санкционные, да? Где-то санкции, наверное, как бы, скажем, но надо учесть, что в масштабах Европы, наверное, сейчас железнодорожные перевозки и не настолько эффективны, потому что в основном это делается как автомобильные перевозки. Плюс большая мобильность, проще доставить к конкретному пункту назначения, в основном по железнодороге. И ширина дороги разная европейская. Да, в Беларуси как раз есть... 1520, а Европа 1435. Да, и поэтому... Я вспоминаю. Да, да, совершенно верно. Прошло 100 лет, но я вспоминаю. Вы хорошо помните. И поэтому в Бресте, скажем, там еще, вот возле Гродно, там как раз, где пункты были пограничные, специальная перестановка. Это ЧОП, по-моему, там. Ну, ЧОП это в Украине, а в Беларуси это, получается, Брест и Гродно. И там были специальные такие системы, когда подгоняют вагон, приподнимают, вынимают тележки узкой колеи, загоняют тележки в большой колеи и везут их дальше. Сейчас уже это не настолько актуально. Ну, и опять же, пассажирские поезда уже особо на Запад не ходят, потому что проще самолетом летать. И дешевле это. Да, в некоторых случаях сейчас дешевле. И поэтому, наверное, может быть, скоро будет это чем-то похоже, как в Америке, когда для некоторых на поезде поехать это больше как фан, то есть развлечение, нежели, как скажем, необходимость, чтобы переехать с одного места на другое. Совершенно верно. Когда КГБ насело на меня, насело, они где-то там проморгали, проморгали. И потом на ушах было, там целый отдел их на ушах был. Я написал заявление по собственному желанию, так добровольно прям. И они думали, что они мне хуже сделали. Я вспоминаю басню Крылова, а щуку кинули куда? В воду. В воду, да. И она по поводу, да, еще себе. Она хорошо себя чувствовала. Я был в роли той щуки. Поэтому, anyway, мы обусловлены с вами, Сергей, сегодня говорить о молитве. Это был некий экскурс, друзья, в биографию Сергея Сергеевича. Поэтому с нами в эфире епископ Поднюк Сергей Сергеевич, первый заместитель церкви ХВЕ Белоруссии. Поэтому, ну, поехали тогда. Молитва. Что такое молитва? Важность молитвы, ценность молитвы, вкус молитвы. Ну, наверное, знаете, если говорить с определения, в русском языке мы используем, например, слово молитва в некоторых других языках. Но если брать оригинальные тексты, то там, где написано молитва, как правило, стоит то же слово, которое используется при разговоре, при общении. То есть, по сути своей, это разговор, это общение. Но единственное, что в данной ситуации этот разговор направлен в адрес Бога. Поэтому мы его называем молитвой, но по сути своей, это когда человек обращается либо с нуждой какой-то, прося чего-то у Бога, либо с благодарностью, либо просто желая открыть свою душу перед ним, поговорить, получить какой-то ответ. Нет, вот это мы называем молитвой. Поэтому молитва – это общение, это разговор с Богом. И в силу того, что человека Бог создал как личность с потребностью, в том числе в общении с другими, поэтому молитва для человека является тоже потребностью, поскольку есть общение, которое мы восполняем на уровне в себе подобными. То есть, мы общаемся вот сейчас с вами, мы общаемся с нашими родными, близкими, с друзьями, просто с людьми. И людям иногда хочется даже с незнакомым человеком поговорить. Но есть другая сторона потребности, поскольку человек был сотворен не только как материальный объект, но и как духовный. И мы, более того, получили от Духа Божьего. Поэтому у нас есть тяга или желание общения в том числе со сверхъестественным, то есть с Богом, на духовном уровне. И вот эта потребность в человеке может реализована быть только через молитву, когда он общается с Богом, и в итоге Бог в ответ что-то совершает в его жизни. Поэтому молитва является очень важной частью жизни любого человека, который принимает Бога, верит, который рожден свыше. Иначе без общения он будет духовно угасать. — Молитва евангельских христиан, коими мы являемся, она отличается от такого дежурного ежеси на небеси? — Конечно же. Ну, во-первых, если мы говорим о том, что молитва — это живое общение с Богом, то мы подразумеваем, что это не может быть просто заученная фраза, которую человек машинально, даже не задумываясь, повторяет. Она не является какой-то особой, может быть, так сказать, добродетелю, как заслуга человека. Вот если он молится и повторяет именно конкретно эти фразы, то Бог просто обязан ему тогда ответить. Вот молитва не является, например, скажем, каким-то действием, которое человек может поставить себе в какие-то особые действия, за которые он может казаться более духовным перед другими. То есть молитва не является заклинанием, когда человек просто какие-то фразы отговорил, и таким образом что-то связал в духовном мире. Это неправильное будет понимание. И когда мы говорим о евангельском учении, Христос говорит, обращайтесь, не будьте многословны в молитве, как язычники. При этом многословие, которое там упоминается, подразумевает не длинная молитва, имеется в виду. Потому что иногда люди говорят, ну, если не будьте многословны, значит, надо коротко молиться. Нет, если есть нужда, можно молиться много и долго, и это зависит от искреннего общения. А там используется слово многословное, как язычники, то есть которые бугнят, которые просто говорят, там интересное греческое слово стоит, которое чем-то похоже, если взять аналогию с русским словом, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот в английском переводе там, по-моему, бабл написано. Вот, то есть они говорят, как будто бы пузырь, бум, слопнул, и все. То есть смысла нет просто, чтобы звук произнести. Вот это неправильно. Поэтому если молитва только ради молитвы, чтобы что-то отговорить, это будет неправильно. Это евангельские учения, и мы, как евангельские христиане, понимаем, что молитва – это искреннее обращение человека к Богу, когда слова исходят от сердца, когда человек не пытается произвести впечатление словами, а именно открывает то, что у него на сердце лежит. Бога наши слова не впечатляют, наверное. Если мы думаем, что мы словами Бога впечатлим, конечно же, нет. Бога всегда впечатляет, ну, можно так сказать, в хорошем смысле слова, то есть Он обращает внимание на состояние сердца. Что мотивирует человека сказать эти слова? Для чего он эти слова говорит? Какой смысл он вкладывает в эти слова? Хотя, хотя, читая Давида, возвышенная песня Давида, молитва Давида, восхищаюсь. Насколько набор, насколько словосочетание, прям, прям, и это, кстати, нравилось Богу. Ну, видите, конечно, Богу нравилось, потому что Давид это делал искренне от сердца. И опять же, здесь зависит уже от личности человека. Вот, смотрите, даже иногда люди, когда общаются между собою, есть те, которые, ну, как бы в силу своей натуры, такие возвышенные люди, да? И они обычно речь, когда говорят с такими, скажем, какими-то словами, литературными выражениями, но это им свойственно. То есть они не играют на публику, а для них это искренне является. Это часть является, часть идентичности. Кто-то говорит просто. Вот, смотрите, как иногда бывает, отличается разговор, когда, например, скажем, там, парень хочет произвести впечатление на девушку, но в хорошем смысле с любовью к ней. Он подбирает красивые слова, он пытается как-то ее описать по-особенному. Когда мы говорим о Боге, ведь мы тоже обращаемся к Нему с любовью в ответ на те действия, которые Он совершает. И поэтому мы иногда тоже хотим, чтобы выразить эту любовь или благодарность Богу, подобрать какие-то возвышенные слова. Но не потому, что мы словами хотим впечатлить, а потому что мы хотим выразить то, что у нас на сердце. И поэтому Давид, благодаря Богу, какие-то подбирал такие особенные слова. Ну, даже вот в обычном человеческом отношении. Что-то сделали мне хорошее. Я же не просто буркнул, спасибо, а скажу, большое тебе спасибо, ты меня так помог, я очень благодарен тебе, ты замечательный человек, там, прямо, как ты появился, там, как день светлее стал. Ну, то есть что-то, чтобы показать, насколько я благодарен за то, что он сделал. Это даже правила культурного тона говорят. Конечно, а тем более, когда мы говорим к Богу, поэтому это нормально, когда мы это делаем. Но когда это не искусственные чьи-то слова, а которые от нашего сердца исходят искренне, Я вспоминаю, насколько, все-таки, насколько упражняясь в молитве, если человек искрен по отношению к Богу и по отношению к служению, служению Богу, по чтению слова, по отношению вот всего Божьего, так скажем, он будет упражнять себя в молитве. Это является неотъемлемой частью нашего «я». Моё «я» — это, как вы верно подметили, когда мы наедине с Богом. Это моё настоящее «я». Моё настоящее «я» — это не в церкви, за кафедрой. Хотя, по идее, человек должен быть везде настоящим, одинаковым. Совершенно верно. Да, это верно. Но моё настоящее «я», когда я не перед объективами нахожусь, когда я за кулисами, один на один, или в семье, или в молитвенной одиночной комнате. И упражняясь в молитве наше даже молитвенное словосочетание, оборот речи молитвенной, он как-то будет, лексикон, расширяться, расширяться. Я чуть-чуть это вспомнил. На одной из свадеб, не буду говорить, в каком штате, не столь важно, вдруг молодые люди смотрят, молодая себе. И мы были с женой. И как-то мы возвращались уже после свадьбы. И как-то не в знак осуждения. Но молитва молодого и молитва молодой, она была настолько скудной. Мы же привыкли, что вот когда, особенно молодые молятся, в наших пятидесятнических церквях, в аптиских церквях, как-то выливаешь душу свою, потому что перед тобой твоя судьба. Вот, противоположно. И ты как-то вот что-то подбираешь, как вы говорили, что-то возвышенное, что-то такое особое. А это, Господи, благослови меня, и мы хорошо запомним, хорошо запомним, благослови моих родителей. А я думаю, а где же продолжение молитвы? И аминь. Ну так оно как-то аж резануло слух, и не только мой. Вот, понятно, что Бог их пусть благословит, и все нормально. И я думаю, насколько наша молодежь, она должна учиться молиться. Вот, что хорошо в баптистских церквах, берут одиночные молитвы. Я учился в библейской школе, в баптистской, в Москве, три года. Это было семинарие, вы знаете, что там было. На Малоузовской, кстати. И это, и на богослужениях, я тогда молодым человеком был, и я вспоминаю, как молились, вот, сэр, общее служение, и какая-то сестричка берет молитву, или там какой-то братик. Так красиво, так они это все, это, вот, и там в основном старшее поколение. Меня всегда удивляло, мы же молодые, смотрим, там огромная церковь большая, тысячная, и старшие люди, где же молодежь, меня это сильно удивляло. Где молодежь? Вот, ну, видно, были, были там где-то, вот, но, и эти старшие люди, бабушки, дедушки, они так красиво, Бог, аж заслушайся, ты, 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 вот, ты ждешь, кто же, помню, свое состояние, ожидание, берет молитву, и я вот так уже слушаю, ты уже сам не молишься, думаешь, как он красиво, я, я так сказать, я к чему, к тому, что мы должны учиться молиться. А ну-ка. Ну, видите, я вам скажу так, что, а почему так происходит? Потому что человек не молится, действительно, но учиться молиться через что? Через общение и постоянство в этом. Вот, знаете, если молитва – это общение, это точно так же, если я впервые встречаюсь с каким-то человеком, или очень редко, у нас практически нет общих тем для разговоров. Ну, в лучшем случае мы скажем, да, здрасте, как дела, нормально, хорошо, да, все, и на этом все закончилось, и более того, не зная человека, мы иногда и не можем как-то выразить что-то перед ним, потому что, ну, для нас это, по сути, свой чужой человек. Вот, если у человека такие же, к сожалению, отношения с Богом сложились, то есть он для него, вроде как, да, и Бог, но у него нету близких отношений, а как они будут, если он с ним не общается? Тогда и получается, что он даже не знает, что ему сказать. Ну, да, благослови, ну, благослови. Вот, в силу моего служения я тоже достаточно часто совершаю бракосочетания, и тоже иногда, вот, скажем, можно обратить внимание, как молится жених, невеста, что они говорят, кто-то готовится, есть слова. То есть это не только мы заметили. Нет, это не только вы. Я могу тоже один такой, может быть, пример привести. Но в данном случае вот вы говорили про жениха, я могу сказать про невесту. Что она думала, сложно сказать, но у нее молитва примерно так звучала. Господь, благодарю тебя за мужа, которого ты мне даешь. Правда, я еще не знаю, какой он будет, но все равно тебя за него благодарю. Жених так стоит, даже рот приоткрыл. Потом я спрашиваю, а чего ты так сказала? Ну, я хотел сказать, что я просто не знаю, что он ждет в будущем, но как-то так получилось, и в итоге получилось, что я, типа, не понимаю, там, кого-то Бог дал, не знаю что, но все равно спасибо. Ну, и такое бывает. Но, смотрите, когда есть постоянное общение, то есть это не то, что мы там учим каким-то молитвам, мы учим проводить время в общении с Богом. Вот что очень важно. То есть посвящать время молитве для того, чтобы общаться. А потому что от того, с кем мы общаемся и как мы общаемся, мы ведь себе берем какой-то пример. Посмотрите, если мы с вами, например, дружим, и мы долгое время общаемся, мы, может быть, даже тоже не всегда будем много говорить, но мы можем даже на полслова понимать друг друга. То же самое, если муж с женой, они постоянно общаются, не всегда, не долго разговаривают. Иногда достаточно только начать фразу, да, я понял, все хорошо. То есть они уже знают друг друга, но это уже такой уровень общения, который подразумевает долгое время. И поэтому молитва с Богом – это тот же принцип. Он ничем не меняется. Мы общаемся с Ним. То есть ради чего мы молимся? Чтобы пообщаться с Богом, высказать, что у нас есть на сердце. И общение подразумевает, Господи, вот у меня в этом есть проблема, я еще хочу помочь. Дальше Бог что-то делает по отношению к нам. Это не обязательно слышать голос Божий, но иногда на духовном уровне Бог наш Дух созидает. И это общение с Богом на уровне Духа побуждает нас и на уровне наших слов опять же что-то в ответ выразить. И эти слова находятся, потому что они где-то описывают состояние, какую-то речь. И если это общение есть, естественно, что для человека будет настолько легко молиться, говорить эти слова, потому что он всегда с Богом общается. Он знает, что сказать, когда сказать, в чем есть нужды, как Бог помогает. А когда у него эта молитва от случая к случаю, или он просто, может быть, по традиции отстоял время молитвы в церкви, поэтому, когда ему нужно вдруг в слух обратиться, он говорит с Богом, как с незнакомцем. Он не знает, что ему сказать, у него нету слов. И это, конечно, печально. Поэтому вот именно этому в первую очередь надо учить. Общайтесь с Богом, пусть это будет искренним общением, как вы общаетесь с лучшим другом, как вы общаетесь с наставником, с тем, который учит, наставляет, ведет, и который в том числе отвечает на нужды и оказывает помощь. Вы преподаете историю христианства. И вот в истории христианства, вот с вашей точки зрения, так сказать, вы, наверное, исторически вникали в эту тему. По истории христианства, когда евангельское наше учение, оно зародилось в начале XIX века, да, это был тысячу... Вы знаете, я вам скажу так, что, да, считается там как бы писяческое движение, начало, вот кто-то говорит, пробуждение на Зуза-стрит, которое было, кто-то говорит, что это началось немножко раньше, вот в методистской среде, вот когда как раз они пережили крещение Духом Святым. Но это, скажем так, как бы возвращение, или, можно сказать, массовое проявление этих действий. На мой взгляд, если рассматривать историю, то евангельское движение зародилось непосредственно самим Иисусом Христом, потому что Он основал церковь, Он дал заповеди. И если рассматривать с этой точки зрения, то первая церковь, апостольская церковь, это была сугубо евангельская церковь, где действовали дары Духа Святого, где было проявление этих даров, где они молились в том числе и на иных языках. И тот же апостол Павел пишет, я молюсь и Духом, молюсь и на иных языках, и, соответственно, молюсь своими словами, он учит об этом, он учит порядку правильному. То есть это означает, что люди говорили и молились, и общались. Потом в какой-то мере, может быть, где-то проходило остывание, угасание, средневековье. Но на протяжении всей истории были группы людей, которые сохраняли евангельскую истину, которые, может быть, скажем, не настолько были известны, может быть, были малочисленны. Иногда, может быть, о них что-то писали, другие многочисленные, не очень хорошие, а как мы можем проверить? Вот в бытность мою еще учебу в школе, это был Советский Союз, в Беларуси тогда была очень так популярна книга, и ее даже в белорусских школах читали, Михаила Герчика «Ветер рвет паутину». Эта книга была посвящена как раз, там было так написано, секте 50-ников, которая образовалась в такой деревне Качай-Болото, она до сих пор есть, правда, по-другому чуть называется, это недалеко от Пинска. И, естественно, пресвитером там был бывший фашистский староста, вот, и они там приносили, хотели принести в жертву ребенка, вот, и так, то есть они описывают то, что, ну, никогда не свойственно было вообще христианам в жертву людей приносить, и в том числе и 50-никам. Понятно, что это даже никогда в мысль не пришло, но там описывают, что это нормально, вот он там, типа, начал говорить на языках, там что-то еще, специально бился головой о пол, там, пускал пену и так далее, другие там доводили себя до вот такого экстатичного состояния, вот, ну, и потом там один выдал, что вот, типа, Бог хочет, чтобы там кровью младенцы очистились, надо принести там одну из женщин, которая ходила в эту общину, там, типа, ребенка в жертву, вот, ну, и, естественно, она там не захотела отдавать, и начали говорить, отдай, отдай, ну, и потом, в общем-то, ворвались уже представители, как бы, скажем, там, и власти, потому что там один из этих мальчишек, который там был увлечен, как бы, скажем так, насильно в эту секту, вот, он рассказал об этом, ну, и ему помогли. То есть, ну, сама идея показать. И вот смотрите, когда люди не знают, и других сведений нет, они так и будут думать, что писятники – это те, которые, скажем, там, приносят жертву людей, которые пьют кровь и так далее. Но это неправда. Вот, и поэтому иногда, может быть, что-то о тех же писали, что вот они там непонятно, что делают, или что-то еще. Я еще один такой, может быть, пример расскажу, вот, когда только уже, можно так сказать, началась такая более свободная возможность для проповеди Евангелия, вот, в бывшем Советском Союзе. И у нас только-только вот начало уже больше так расти церковь, дали возможность построить молитвенный дом. А вот еще было даже временное здание, пока строили постоянно. И это была та часть Минска, где еще тогда было не так много застройок, и там был такой старый колхозный сад. И недалеко от церкви, ну, нашли убитого человека. Вот, все, пустили слух, что это мы его принесли в жертву и так далее. Вот, и пришли три журналиста, две женщины, мужчина. Вот, и служение закончилось, и они к одному из деканов церкви вот подходят, а он такой, скажем, массивный человек, вот, и почему-то всегда все думали, что он самый главный, вот, видимо, в силу такого внешнего серьезного вида. Подходит и говорит, мы знаем, что вы приносите людей в жертву, вот, какова ваша личная роль в этом. И, вы знаете, Бог ему дал мудрости. Если бы он начал говорить там, да нет, это не правда, а начали бы сказать, типа, а правда все. А он так с полным серьезом оборачивается, говорит, ну, вы знаете, после того, как мы принесли в жертву, я обычно с них шкуру снимаю. Одна женщина аж села. Как? Да, да. А потом мужчина говорит, ну, простите, какой вопрос задали, такой ответ и получили. То есть они поняли, что это настолько абсурдно обвинять, когда мы говорим о мире, о любви, а даже о любви к врагам, о том, что не воздавайте делающим злом, вам злом в ответ и так далее. Вдруг что мы приносим людей и так далее. И все, и больше, как бы, таких вопросов не было. И поэтому вот если посмотреть исторически, и там есть упоминания, упоминания в средние века, упоминания, скажем, где-то там в начале того же 4, 5, 6 веков, была группа людей, их по-разному называли, говорят, у них там были какие-то проявления, они там эстетично себя вели, они там пророчествовали друг другу, но негативно говорят. А кто знает, может быть, те, которым это не нравилось, сказали негативно. В контексте нашей беседы о молитве, у меня вопрос, вот владеете ли вы, обладаете ли вы какой-то информацией относительно, мы говорим, есть ли исторические подтвержденные факты о том, что в период темного, мрачного, говорят, средневековья, все-таки через столетия к нам дошла вот та форма молитвы, не заучена в евангельских христиках, которые, к примеру, имеют место в ортодоксальном православии или в католицизме, вот в нашем братстве, в евангельском движении, есть ли так что-то... Но, смотри, есть молитва, которая общая для всех конфессий христианства, это очень наша, естественно, молитва Господня. И она сохранилась, дошла, потому что сам Хрисус ее сказал. И здесь надо учесть, что Он это сделал в ответ на просьбу учеников научи нас молиться. Вот, не в том плане, что они не умели молиться, они же были евреи, и, естественно, они молились, они приходили в храм на молитву, и там написано, что это было для них обычным это делать. Но в еврейской традиции сложилось, как бы, скажем так, два направления молитвы. То есть это личная молитва, когда человек просто обращался к Богу, говоря то, что у него есть. И она никак не регламентировалась ни временем, ни продолжительностью, ни текстом. И были молитвы, для которых нужно было, как минимум, чтобы 10 человек вместе собралось. А вот взрослых мужчин, то есть от 13 лет и старше, у еврейской традиции, да, они, как правило, там трижды в день собирались на такую молитву. И тогда, чтобы показать свое единство перед Богом и общее желание в согласии, чтобы Бог помог, они произносили какие-то молитвы, которым их учили. Скажем, Иоанн, креститель, своего учеников научил. То есть он им сказал, вот давайте мы будем вместе молиться вот так. И чтобы все единодушно были вместе, они, конечно же, выучивали этот текст. А вот, или тот, кто там вел, он говорил, они за ним повторяли, но повторяли, опять же, чтобы вкладывать смысл в те слова, которые говорят. Но идея была как? Одинаково вместе просить. И поэтому, когда попросили Христа, говорит, можешь ли ты нам сказать, вот о чем мы должны вместе единодушно просить? Вот что такое есть главное, о чем мы все одинаково должны молиться? И он говорит, молитесь вот так. Отче наш, Сущий на небесах. И эта молитва дана и в Евангелии от Матфея записана, и в Евангелии от Луки. Вот, в Евангелии от Матфея более большая версия, вот, в Евангелии от Луки чуть покороче. И некоторые говорят, а как тогда понять, что они там неправильно записали, там Лука упустил, потому что там перечислено чуть больше, а на две просьбы меньше у Луки перечислено. Вот, на самом деле нет, и тот, и другой написал правильно, но это просто означает, что ученики не один раз разово молились. А это было обыкновение, когда они вместе произносили, но поскольку они это произносили не просто как отбубнеть, да, там, скажем, отторбанить заученную молитву, а вкладывая смысл, иногда они говорили полностью, все целиком, иногда, может быть, чуть сокращая, но смысл был искренне вместе, единодушно сказать. И поскольку это было сказано Христом, и оно действительно показывает значимые ценности для всех нас, о чем мы должны просить, поэтому все христиане, вспоминая о том, о чем научил Христос, об этом молятся, чтобы Господь дал. Но важно не просто как традицию эту молитву молиться, а действительно молясь единодушно хором вместе, но так, чтобы каждый вкладывал смысл в каждое слово, которое он говорит. Вы думаете, что на протяжении всего евангельского нашего движения мы имеем вот такие коллективные общие молитвы, или все-таки было в истории христианства, что все-таки держались более пробаптистского, пробаптистских форм богослужения. Богослужения, да. Ну, вы знаете, тут сказать сложно, потому что это зависит даже еще и от народа, потому что есть, например, скажем... И от лидера церкви, наверное, от пастора. Где-то от лидера церкви, от пастора, где-то от обычаев, которые сложились, допустим, в некоторых странах, даже и в той же православной католической церкви есть, скажем, обычаи, когда люди достаточно громко все вместе молятся, выражая свои эмоции. А где-то, скажем, более спокойно, и кто-то один от имени всех произносит, а остальные только лишь «Аминь» говорят, подтверждая. Вот поэтому здесь... Сама форма, она не столь, да? Да. Форма может отличаться. Главное, чтобы суть была правильной. И я понимаю, почему, скажем, в какой-то мере иногда сделали, скажем, вот, допустим, молитву, когда кто-то один вслух молится, потому что это тоже говорит о евангельском принципе, то есть он произносит от имени всех. Молитва в назидание. Молитва в назидание, да. Но молитва в назидание что делает? Побуждает других и он должен в конце сказать «Аминь». Но чтобы сказать «Аминь», надо выслушать, поэтому, естественно, правильно, чтобы в этот момент остальные молчали, а этот ввел в молитве. И это тоже практиковалось. И мы видим, у апостола практиковалось и молитва в назидание, когда кто-то один молился. Мы видим, что практиковалась общая молитва, но так, чтобы, скажем, это было чинно, в том плане, чтобы, ну, как бы, люди там не пытались подобно язычникам довести себя до какого-то состояния транса. Вот. Для евреев это не было проблемой, потому что они были научены изначально, как бы. Но для язычников, которые обратились к христианам, они же привыкли к языческим традициям. Вот там нужно довести себя до какого-то там состояния, вот, и в этом состоянии, может быть, тебе что-то духи проговорят. И они иногда это переносили. Вот. Поэтому иногда вот культура богослужений в европейских странах стала вдруг резко меняться, в отличие от того, как это было, может быть, например, во времена апостольской церкви на территории Израиля. Ну, например, там веселые песни, которые были, да, там. Евреи же и хороводы водили и так далее. Это было вполне нормально, потому что у них хоровод был не ради какого-то физического наслаждения, там, танцуя с кем-то, вот, а именно выражение какой-то общей хвалы перед Богом через движение. Но, поскольку у язычников хороводы были для того, чтобы довести себя до какого-то состояния, понимая, что это будет неправильно, а искушение, вот точно так же начать Богу служить языческим методом, оно будет оставаться. Поэтому кардинально поменяли. Сделали более медленные песни. В некоторых случаях принципиально не использовали музыкальные инструменты, вот, чтобы человек задумывался, что он делает, а не просто на чувственных эмоциях надо себя довести, и все на этом. Вот, потом со временем, поскольку уже эта языческая традиция ушла, где-то что-то начали добавлять, какие-то моменты, ну, поэтому оно могло меняться. Но суть молитвы должна оставаться в выражении осознанно просьбы перед Богом или общения с Ним. Относительно разновидности молитвы. Вот я уверен, что в ученичестве вы преподаете вот это направление, разновидности молитвы, молитва веры, усиленная молитва праведного, или... Ну, смотрите, это больше описание как характеристики молитвы, да, то есть, описание говорит, что да, есть усиленная молитва. Ну, вообще, библика и так, что есть молитвы, есть моления, и есть прошения. И благодарения. Поэтому, если говорить уже о разновидностях, то есть, есть, когда мы просто, предстоя перед Богом, выражаем Ему хвалу. То есть, благодарим. Вот это то, что иногда названо словом благословляйте имя Господне. То есть, говорите добрые слова в адрес Бога. Почему это важно? Чтобы, во-первых, действительно быть благодарными, а, с другой стороны, даже для себя вспомнить, что тебе Бог сделал, чтобы ты понимал, что Бог не безразличен к тебе. Дальше есть просто молитвы, когда мы либо за кого-то молимся, либо за себя, но это просто, как бы, скажем, спокойный разговор, выражение нужды, потребности перед Богом. Есть моление. Моление – это усиленное, вот то, что называется молитва. То есть, когда есть конкретная, одна какая-то нужда, и все время человек посвящает, для того, чтобы попросить у Бога, обратить внимание, вот именно в конкретной этой нужде. Это может быть за себя, это может быть как ходатайство за кого-то другого. Это более глубинная молитва, чем просто молитва, получается. Но это, скажем так, усиленная просьба, и именно направленная на прошение перед Богом, которое говорит о смирении человека, что он сам ничего не может сделать, он просит Бога вмешаться, он умоляет его вмешаться, вот, и таким образом показывает свою зависимость перед Богом. Вот это моление. И есть просто прошение, когда, ну, просто какая-то просьба выражается, вот, поэтому, если вы так говорите. А если вопль? Ну, вопль тоже к молению может отнестись, потому что человек, когда нуждается, молит о чем-то, то есть мольба – это всегда просьба о чем-то. И, соответственно, в зависимости от крайности этой нужды, он может и с воплем обращаться, но это вопрос эмоциональности человека. То есть, ну, понятно, например, скажем, я представляю тот же Петр, когда шел по воде и начал тонуть, но вряд ли он спокойно говорит, «Господи, веришь, что я тонуть как бы начал? Может быть, как-то там, скажем, ну, поможешь мне?» Нет, «Господи, спасибо!» Вот, знаете, как вот крик, потому что он все, он умирает. Поэтому, естественно, человек в крайней нужде. Он может вопить, он может там настолько, скажем, это говорить, что даже другие до конца не понимают, чего он кричит. Это тоже. Или же, наоборот, иногда бывает моление, когда человек даже не находит слова, он просто стоит и плачет. Вот пример библейский, когда Анна молилась. Не было детей, просто молча стояла. И даже священник Илья говорит, она, наверное, может быть пьяная там, она говорит, нет, я скорблю душой. Но это тоже было моление, и Бог услышал. И в том и в другом случае. И Петра услышал, подал руку, достал с воды. И бурю и море успокоил. И то же самое получилось женщина. Даже тот же Илья тут же дал ей пророческое слово, что да, Бог услышал, твоя молитва родится. Поэтому это может быть. Если говорить просто еще о виде молитвы, у нас как так, есть индивидуальная молитва человека, когда он один на один молится Богу, вот закрыв за собой дверь, выражая. И в этом случае эта молитва может быть, скажем так, на своем собственном языке. И, как написано в Евангелии, когда человек крещен Духом Святым, как побуждение от Духа молиться на ином языке. Когда мы не знаем, о чем молиться, и Дух Святой побуждает, чтобы выразить эту нужду, или просьбу, или что-то еще перед Богом. Вот. Потом есть молитва общая, когда мы просто в церкви молимся, либо же, как время молитвенное, когда мы можем молиться и о своих, и о других нуждах, или же, как молитва общая, посвященная конкретной общей нужде. И она может быть как просто, давайте сейчас об этом помолимся, и каждый своими словами говорит. И как конкретно, вот, мы говорим молитву, например, отче наш все вместе в церкви, или же, например, скажем, слова благословения, которые апостол Павел провозносил, тоже как молитву провозглашаем, да, Благодать Господа нашего Иисуса Христа, вот и любого Бога Отца, общая Святого Духа, чтобы с нами было. Это тоже нормальная, как бы скажем, общая форма молитвы. Поэтому вот есть такие виды. Продолжайте. Ну и можно еще добавить один момент, что молитва сопровождается, особенно усиленная молитва, постом. И поэтому пост с молитвой это, как бы скажем, неразделимые вещи. И опять же, пост не является целью, пост является средством достижения общения с Богом. Поэтому если человек постится ради поста, то он делает неправильно. Или он постится для того, чтобы привести себя в физическую форму, поголодать. Вот там типа пост полезен, как лечебное голодание. То есть это полностью неправильное отношение к посту. А смысл поста, это означает, когда человек ущемляет или подчиняет свою плоть, смиряя ее ради духовного какого-то действия в своей жизни. И здесь как бы это напоминает ему, поскольку еда говорит нам о том, что мы не являемся самосущными. То есть мы не можем сами в себе иметь жизнь, мы зависимы. В физической жизни мы зависимы от еды, от воды. Если мы не будем получать, мы умрем, да, точно так же, как от воздуха. В духовной жизни мы зависимы от Бога, от действий, которые он дает нам. И поэтому, когда человек отказывается от еды, он этим показывает. То есть без еды я умру, я не самосущный, я зависим. Но в первую очередь я зависим от Бога. И поэтому не всяким хлебом будет жить человек, но именно словом Божьим. Поэтому в первую очередь нужда в Боге – это более приоритетно. То есть важнее духовная жизнь, нежели физическая жизнь. Потому что что пользу, если человек все приобретет, а душе повредит. И поэтому пост – это цель поста, смирение человека перед Богом. И поставить на первое место даже в повседневной жизни, как цель этого дня, поиск духовности. Поиск общения с Богом или поиск ответа на какую-то нужду, которая есть, выражение этой нужды перед Богом, получение силы от Господа. Потому что через духовное общение человек духовные силы получает. И поэтому пост является важной составляющей жизни верующего человека для того, чтобы через это, имея общение с Богом, получить силу. Для того, чтобы исполнить служение, которое Господь верил, преодолеть какие-то искушения, которые есть в жизни, или победить грех, который имеет место, получить ответ на какую-то конкретную нужду. Но если такой цели нет, то есть если человек постится просто ради того, что нужно отпоститься, то это не библейский пост. Или же если он постится для того, чтобы... Ущемить тело свое чисто. Ну, ущемить тело, это еще нормально, как бы, скажем. Потому что он понимает, я хочу ущемить тело, потому что где-то моя плоть там слишком начинает влиять. И я молюсь, Господи, помоги мне, чтобы, скажем так, плоть не возымела, а наоборот, Дух управлял плотью. Плоть тоже была подчинена служению. Это да. Но когда человек постится ради того, чтобы показать, что я пощусь, и в себе взлух поставить. Вот как, помните, фарисей болелся, да? Господи, я там пощусь столько-то там дней, в неделю и так далее. А вот и все видят, что он постится. То в этом случае, Христос говорит, он свою награду уже получил. То есть не делай это на показ людям. Вот в Исаии очень много написано, когда ты постишься, что ты должен делать. То есть не создать такой вид впечатления, чтобы все видели, а наоборот, поступить справедливо, правильно. Вот такой пост принимает Господь. Поэтому пост и молитва – это две неразрывные составляющие, которые позволяют человеку иметь общение с Богом, получать духовные силы, ну и, соответственно, в том числе и иметь определенные действия Божьи в своей жизни. Вот умение, умение вот этими духовными рычагами молитвенными оперировать, умение, оно, наверное, приходит с годами. Вот молитва, достигающая результатов, скажем. Все-таки, хотя ребенок может помолиться, похлеще Бог услышит его, чем какого-то… Вы знаете, я скажу так, что здесь надо, наверное, учесть два таких момента. А ну-ка. С одной стороны, то есть Бог слышит любую молитву. Окей. В независимости. Даже в окопе. Конечно же, в любом месте. Я слышу, даже в окопе. Да, даже в окопе. В Украине. В любом месте Бог слышит, когда человек к нему обращается. И понятие умения оперировать, как мы говорим, вот вы сказали в том числе, какими-то рычагами духовными, да, оно имеет значение, потому что оно касается какого-то, скажем, дальнейшего духовного роста, вхождения в призвание, в служение, понимания того, что человек не должен быть духовным младенцем, должен быть зрелым человеком. Ну, скажем, как в обычной жизни. Мы же не всегда остаемся младенцами. Мы учимся, мы учимся ответственности, правильному поведению и так далее. И это влияет на нашу жизнь, на наш результат, на плод нашей жизни. То же самое в духовной жизни, оно никак не меняет. Но, скажем, любая молитва, если она искренно, она всегда имеет место. Знаете, что самое интересное? Первый пример молитвы, который в Библии приведен, вот где написано, когда человек молился, это был человек даже, который не имел прямых отношений с Богом и даже не евреем был. Первая молитва, которая приведена в Библии, это в бытие. Каин. Нет, не Каин. Каин разговаривал с Богом. Для них это было настолько естественным. Каин и Адам с Евой, да, а вот именно когда он взмолился и написано, и там конкретно написано, что помолился, вот это тогда, когда Авраам своего слугу отправил, чтобы он пошел и нашел жену для своего сына, для его сына, вот имеется в виду Авраамова. А слуга, ну тут себе не так просто жену выбрать, а тут надо другому выбрать. И он, конечно же, переживал. И вот смотрите, как он интересно обращается. Он говорит, Господь, да, моего господина Авраама. Точно, точно. То есть у него не было заветных отношений с Богом. У Авраама были, и он говорит, ты Бог, моего господина Авраама, поэтому у тебя с ним отношения. А я же для него, его сына, иду выбирать жену. Поэтому на основе твоего завета помоги мне, чтобы я выбрал. Вот это интересно. Она говорит о том, что, во-первых, если ты обращаешься к Богу, у тебя должны быть с ним отношения, чтобы ты был с ним в завете, тогда ты можешь рассчитывать на взаимные какие-то действия. Но тем не менее он понимает, что можно к любому обратиться к Богу. И поэтому он, не имея прямых отношений, мотивируя заветом между Богом Авраамом, просит. И смотрите, что интересно написано. Не закончил он еще молиться, как уже вышло Ревека написано. То есть он еще даже не закончился, а Бог уже дал ответ. Вот это такой интересный пример молитвы. Не менее интересный, Сергей. Не менее интересный за Авраама. Я очень глубоко был в 17 главе Бытия. Много раз, сотни раз я ее пробегал. Что меня впечатлило, впечатлило. Вот когда Бог дал обетование Аврааму, и мы знаем там 15 глава, 16, 17, 18, везде. Там 4 главы, когда Господь обратно обращается к Аврааму, говорит, в имени Твоем, Благословица, потомство, как звезд на небе, не сосчитаешь. И в 17 главе, когда Бог очередной раз обратился к Аврааму, написано, что рассмеялся Авраам, и Бог снова заговорил к нему. И затем одну фразу, одну молитву произнес Авраам. И настолько потрясающим образом Бог ответил на его молитву, что мы пользуемся, я хотел сказать, благами. Мы пользуемся не благами, то, что происходит на Ближнем Востоке. Мы пользуемся... В прямом эфире как бы подобрать так, чтобы никого не обидеть. Ну, я приложу толкование. Говорит, он произнес несколько слов. Хотя бы душа Измаила жива была. Но он произнес 5 или 6. Нигде не написано, что Авраам молился за Измаила. Написано, что Агарь молилась, когда первый раз в пустыне. И Бог услышал, отвечал. Нигде не написано. И сразу заговорил Господь и начал говорить. Обетование для Измаила. Потрясающе. И в каком амплуа я вижу Авраама в части этой беседы, его молитвы. Его глубинные отношения с Богом. Не зря он назван другом Божьим. Вот смотрите, Сергей, о своих детях вы молитесь. Мы молимся о детях и о внуках, и друг от друга годами, десятилетиями. Десятилетиями молимся для того, чтобы они пришли к Богу. Насколько глубина отношений Бога с Авраамом была, что произнес... Может, он и молился... Но Библия не говорит. Может, он и молился за него. Но хотя бы душа Авраама, то есть душа Измаила, жива была. И вот это меня сильно впечатляет. Сильно впечатляет. У нас, к сожалению, не всегда так получилось. Я бы хотел... Отче наш произнес. Вот как-то мне жена задала вопрос. Говорит, кто-то из проповедников в нашей церкви, он говорил относительно Отче наш. Вот, так сказать, разложил это. Что не в многословии, что Бог услышит. И жена мне говорит, слушай, потому что идем только сну, каждый вечер молимся. И не Отче нашим молимся, а молимся, благословляем, благодарим. Ну, конечно, это тоже нормально, да. Жена говорит, смотри, ну, Бог же услышит, Отче наш. Я говорю, ну, понятно, что услышит, потому что проповедник учил нас сегодня об этом. Ну, вот молитва, достигающая результатов. Здесь, в букете, наверное, оно, как вы говорили, и пост. Здесь и постоянство, здесь и, я люблю говорить, нос торчит, когда в Библии. Понятно, ну, Господь, как мы говорим с вами в отчаянных ситуациях, грешник, он оттуда. Говорят, ну, разбойника спас, который особо-то там, ну, Бог увидел глубину, наверное, его раскаяния, покаяния, и говорит, ныне же будешь со мной в раю. Бог видит даже, кто-то спросил Билли Грейма, где же был Бог, когда падали близнецы в Нью-Йорке 20 лет назад, 23. Говорит, Бог был как раз в этом огне, Бог был с ними. И так это меня, так это тронуло меня. Действительно, Бог даже там спасал в огне, когда люди живем сгорали, Бог даже там спасал. Да, если человек обращался к Богу. Но, видите, вот то, что вы сказали, совершенно верно, но к этому надо добавить еще такой момент, что есть еще понятие Божьей воли, вот, и поэтому и тех законов, которые Бог установил. Вот, когда люди иногда жалуются, вот, где Бог, почему он там не остановил или что-то еще сделал. Надо помнить о том, что Бог, сотворив землю и поместив на ней человека, отдал землю в управление человеку. И нигде не написано, и Бог нигде не говорил, что он забрал это управление обратно. Он сказал, я тебе даю землю, владычествуй, управляй. Он дал правило, как управлять так, чтобы было благо и самому человеку, и земле, которую он управляет. Но человек нарушил, он управляет по-своему, он отдает власть, управление где-то там, скажем, сатане и так далее. И поэтому то, что мы имеем, то мы имеем. Не Бог виноват, он говорит, я дал слово, я тебе отдал землю, я не забирай обратно. Ну, знаете, он не поступает так, что дал подарок, а потом, слушай, отдай обратно, это уже не подарок. Он отдал человеку, он дал человеку свободу воли, и это подразумевает ответственность человека. Поэтому в конечном итоге все будут отвечать перед Богом. Но в этой ситуации, получается, когда на земле происходит бедствие, трудности и так далее, это результат немудрого или неправильного управления человеком. Когда человек поступает не так, как нужно. Вот книга «Судии», она показывает такой интересный момент. Написано, что каждый поступал так, как считал справедливым. И поэтому были все эти проблемы. Если бы они поступали так, как Бог считает справедливым, проблем бы не было. Но когда поступает каждый, как считает справедливым, он пожинает плоды своей, вот такой в кавычках, справедливости, которая ведет к проблемам, бедствиям, да, Бог вездесущий, но он дал управление, он говорит, вот смотри, к чему ты привел. Но когда ты меня просишь, я вмешиваюсь, потому что земля в твоем управлении. Но когда ты мне передаешь управление, в ответ на это я вмешиваюсь. Вот почему так важно молиться. Потому что молитва, она призывает Бога вмешаться в ту или иную ситуацию. И мы, как люди, которым Бог дал право управлять на земле, говорим, Господи, ты управь, ты сделай. Да будет воля твоя. Пусть твоя воля будет, потому что я бы так хотел, и вот Христос учил, вы так просите, у вас есть право управлять. Но при этом помните, что, может быть, вы, прося о чем-то, не понимаете до конца, будет ли это во благо или нет. Поэтому излагайте желание перед Богом, но говорите, пусть твоя воля будет. Не наша. Пусть твоя существует. А Божья воля, она всегда ведет в итоге ко благу. Вот. И вот в этой ситуации получается, что Бог слышит любую молитву, ну, если мы говорим о долгосрочных отношениях, когда мы говорим о действительно духовном росте человека, о продолжающихся действиях Бога в его жизни, это подразумевает завет с Богом, отношения с Богом, постоянство, как бы не просто ради нужды пришел и ушел. Ну, такой человек немного вот достигнет. Но если он постоянно, он тогда действительно будет меняться и будет происходить определенные изменения в его жизни. Знаете, вот если, скажем, ну, к примеру, человек там страдает от алкогольной зависимости, он там пришел, там, ну, чисто я вот хочу очиститься, там, его где-то поместили в медицинский, там, реабилитационный центр, он там, не знаю, там, неделю на капельницах отбыл, вроде очистился, все нормально, ой, теперь хорошо. И он вернулся к прежнему образу жизни. Ему вот это краткосрочное общение не сильно поможет. Но если он действительно хочет поменяться, пришел и остался, и продолжает, тогда происходят изменения и улучшения в его жизни. Вот в духовной жизни тот же принцип. Человек обратился от греха, покаялся перед Богом. Ну, если он покаялся, чтобы совесть успокоить, и обратно ушел к прежней жизни, пока опять совесть не начнет грезть, немного он достигнет. Но хотя и эту молитву Бог слышит. Но когда человек продолжает дальше молиться, он начинает духовно расти, он меняется, и уже ему прежний образ жизни не будет свойственен. Более того, он будет больше и больше отображать в своей жизни, в своем характере, характер Божий, и через это будет благословение для других людей. Он будет творить добро, умножая это добро на земле. А для того, чтобы это было, ему нужно научиться от Бога. И в этом помогает молитва, в этом помогает изучение Священного Писания, вот исполнение Божьей воли, и в итоге мы видим тогда результат. Но есть некоторые вещи, на которые, скажем так, в силу установленного Богом закона, он не может как-то по-другому ответить, даже если мы хотим, чтобы он поменялся. Например, касаясь того же спасения, мы молимся, мы просим, но Писание говорит, что он стучит каждое сердце, и поэтому наша молитва, как бы, скажем, увеличивает, можно так сказать, этот стук, создает защиту какую-то, чтобы сатана не помешал этому стуку. Но Бог не может заставить человека насильно открыть двери сердца своего. Он говорит, кто откроет, к тому войду. Поэтому, слышав благодать и зов, не ожесточите вашего сердца, откройте. Но насильно Бог не заставит. То есть, вот в этом есть особенность его характера. То есть, он не порабощает волю человека. И поэтому, когда мы молимся за наших родных или близких, за семью, которые не знают Бога, мы молимся о том, чтобы была Божья защита, чтобы сатана куда-то дальше не увлек, чтобы сохранил, чтобы Дух Божий продолжал к ним действовать. Вот мы молимся, чтобы Бог дал нам мудрости быть светом для них и так далее. Но мы не можем обвинить Бога, если они не покаясь. Почему ты им не дал покаяние? Бог дает для каждого возможность. Но если человек не хочет, откликаться. Я хочу убедить некоторых наших зрителей сегодня, прям словом обетования, что возможен ответ уже на пути от Бога. Возможен ответ прямо на пути, прямо к вам. Я ухватил, у вас интересная мысль была, вы так пробежали, а я держу эту мысль о том, что, я сформулирую это так, это большое искусство, мне кажется, любого христианина, евангельского христианина, который научился в молитве познавать волю Божию. И он знает, понимает в силу своего духовного роста и в меру своей благодати, то есть Богом данной ему, он понимает, что он продолжает молиться в понимании того, вот в чем, вот я говорю, это искусство, таким языком применяю, в том, что Бог может не ответить, или Бог вообще может не ответить. Вот реакция и Бога на наши молитвы, может быть, что ответил сейчас, не ответил совсем, и это также воля может быть. Но то, что он не ответит совсем, это тоже ответ. Это тоже ответ. Потому что он сказал, что нет, тебе это не надо, или я не могу, скажем, это сделать, не потому, что я не всесильный, а потому, что я сам такой закон заложил. Или же это будет не ко благу. Вот, скажем, апостол Павел молился о том, чтобы то жало, которое было в оплоте, было удалено. Да, совершенно верно. И Господь сказал нет. И все, он перестал. Или Моисей, он молился, когда, помните, Бог ему сказал, не войдешь в обетон в землю. Он там молил, а Бог говорит, не проси у меня об этом, потому что я это окончательное решение принял. Все, и он больше этого не делал. Сергей Сергеевич, огромное спасибо. Ну, час быстро пролетел. Вы всегда приглашаемы на эфир в любое время. Мы открыты для того, чтобы на синий огонек вы к нам, так сказать, заезжали. Спасибо. Спасибо вам. Будьте благословены. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok